Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я буду делать заготовку на зиму суп фасолевый. И не могла пройти мимо, чтобы не рассказать вам, потому что это самая любимая моя заготовка. И заправка для супов, и салат по одному и тому же рецепту. Сейчас я вам всё подробно расскажу, но перед этим я скажу, что, как вы уже поняли, и кто делает много лет, они знают, что лук и морковь это неизменный ингредиент всех суповых заправок. Что бы мы ни делали, или борщ, или рассольник, или что. Понемножку, вот на каждую заправку по полкилограмма лука и по полкилограмма моркови примерно. Нужно обязательно входит в состав. Но многие говорят, что мы ничего не вешаем, не меряем, делаем давно на глаз. Я, конечно, тоже так делаю, я просто называю вот примерные веса для тех, кто ещё ни разу не делал. И обязательно составляющие это томаты. Не знаю, как у кого, но я без томатов не делаю ни одну суповую заправку, потому что именно кислота, вот находящаяся в томатах, она служит у меня консервантом. Я не добавляю никакого уксуса, поэтому все вот эти суповые заправки только натуральные, только с натуральных ингредиентов, сразу с грядки и в банку. И томаты ещё нужны для того, чтобы можно было всё это прокипятить. Потому что вот все эти лук, морковь, фасоль, всё это сухие составляющие. И у нас жидкий только томат, и он помогает вот прокипятить эту заправку. Ну, вы понимаете, чтобы она была именно такой консистенции, которую можно сварить. Говоря про фасолевый заготовки на зиму, фасолевый суп, у меня есть два рецепта. Оба рецепта подходят и для супа, и для фасоли. Я сейчас вам их покажу. Вы выберите тот, который более вам подходит. Сразу скажу про перец. В каждом рецепте есть перец сладкий, но я его когда включаю, когда нет. Если делаю салат, то я добавляю сладкий перец. Если делаю заготовку для супа, то я не делаю сладкий перец. У нас не все его любят. Вот запах перца. Есть люди, которые любят, есть, которые не любят. Сделайте, как хотите. Вот первый рецепт фасолевый салат. Каждая вот эта вот доза на 1 килограмм фасоли. Вот здесь килограмм фасоли, 2,5 килограмма помидор. Кому надо, тот прочитаю, тот перец, всё. Обязательно на ночь замачиваем фасоль. Вот я вчера её на ночь замочила. Сегодня утром отварила. Так, вот этот, наверное, уже прочитали рецепт. Потом я расскажу, как его менять. Я отвариваю сразу большое количество на 3 заправки фасоли. Вот у меня одна зрительница просила показать. Отвариваю вот в большом же, в этом же казане. У меня казан на 8 литров. Получается 7 литровых банок, если заправку полностью делаю. Вот такой казан, он чем хорош? Он чагунный, во-первых. В нём почти ничего у меня не подгорает. Я варю фасоль сразу на 3 заправки. Сделаю 1 салат, а 2 заправки суповых. Чтобы 100 раз не варить фасоль по 2 часа. Из-за чего суп фасолевый многие молодые хозяйки не хотят варить? Именно из-за длительности вот этой варки. Если картошка у нас сварится за 5-10 минут, то фасоль нужно варить дольше. И никто, придя с работы, не хочет отваривать длительно фасоль, чтобы приготовить суп. Но вот эти вот зимние, то есть сейчас заготовки на зиму фасолевые, они решат вашу эту проблему. Придёте вечером, закинете эту баночку фасолевой заготовки, там будет уже вся вот эта обжарка-пережарка. Лук, морковь, томаты, фасоль. Останется только добавить или кусок мяса, или банку тушёнки. Всё, первый мы рецепт посмотрели. Второй рецепт такой же. Килограмм фасоли, 500 грамм лука, 500 грамм моркови. Но тут только 2 килограмма помидор и перца меньше. Всё так же мы пережариваем, добавляем. Вот дальше. Так, после закипания. Единственное, я хочу сказать, если вы делаете, например, закуску, я разделяю. Если вы делаете закуску, там обязательно присутствует сахар. Видите, написано, полстакана сахара. Сахар, он немного нейтрализует вот эту кислотность томатов. И вкус салата, ну как, более мягкий такой. На вкус он приятный, чуть-чуть сладковатый. Получается вот такая закуска, как, вероятно, вы видели в магазине, в железных банках консерва. Вот фасоль в томатном соусе или вот эта фасоль, она как идёт немного сладковатая. Она же не кислая, не чисто солёная. И вот этот сахар и соль, они создают такой вкус. Если вы будете делать именно салат, закуску, которую вывалил вот из банки в салатник зимой, и нужно сразу кушать, добавляйте сахар. Если вы делаете суп, то можно этот же рецепт делать, только исключить сахар. В суп я сахар не добавляю, потому что я пробовала, пыталась. Потом зимой мне муж начал делать замечание, почему суп сластит. Может быть, картошка некачественная или что. Я не стала сахар вообще добавлять. И действительно, без сахара он получается более вкусный, более натуральный вкус. А с сахаром, именно вот когда делать салат, фасолевый салат, вот когда сахар добавляете, вкусно. Всё остальное всё так же. Стакан масла, тут где пишется 250, где просто стакан. Стакан масла заливаю в этот же вот казан, сейчас я его освобожу. Кину туда лук, 10-15 минут он пережарится. Потом пойдёт туда морковь, 10-15 минут, она тоже так немножко как притушится, пожарится. Потом туда бросаю 2,5-2 килограмма или 3 килограмма томатов, это всё равно. Там это можно помельчить, просто ножом порезать на мелкие кубики, можно через мясорубку, как я уже говорила. Я просто разминаю руками и туда бросаю. Когда прокипят томаты, как только они закипать начинают, я добавляю туда фасоль. И всё остальное время томаты и фасоль варятся вместе. Фасоль становится ещё более мягкой, потому что я её отвариваю до готовности, но не до полной. Вот она мягкая, но не раздавливается пальцем. Вот прокипятить, сколько здесь написано. В одном случае варить 30 минут и в другом 30 минут. Но полчаса достаточно, потому что все они почти готовые. Фасоль отваренная, лук с морковью уже пережаренный. 30-40 минут поварите и раскладываете по банкам, закатываете и укутываете. Ещё раз говорю, что никакого уксуса я не добавляю. Всё это натуральное, всё это очень вкусное. Можно туда добавить... У меня спрашивают, добавляю ли я чеснок. Чеснок я добавляю уже потом непосредственно при варке супа. Потому что если добавлять его сейчас, когда варю вот эту заготовку, мне кажется, что он теряет свой запах и свои вот эти свойства обесцениваются. Мы любим так. Мы сначала сварим суп, а потом в конце я добавляю чеснок и зелень. Они более свежие, такие ароматные. Это очень хорошая суповая заправка. Идеально фасолевый суп, очень вкусный. Беру всегда вот такие тёмные сорта фасоли, чтобы суп именно был такого темновато-бордового цвета, вот как грибной суп, фасолевый суп. Я люблю, чтобы он именно присутствовал цвет фасоли. Белую фасоль не беру, потому что она бесцветная. Мне почему-то кажется, она... Ну, это лично моё мнение. Люблю вот тёмную фасоль, чтобы был суп именно такого бордоватого цвета, коричневатого. Попробуйте, кто ещё ни разу не делал фасолевый суп. Это очень легко и очень просто. Так же, как все супы, лук пережарим, морковь пережарим, томат скипятим, фасоль туда бросаем, 30 минут проварим, солим и закатываем. Всё. Зимой откройте банку. У меня сын съедает без всякого супа, открывает банку и ложкой прям. Запах фасоли, аромат такой неповторимый. Всё, до свидания. А, забыла сказать. По этому же рецепту делаю суп гороховый. Вот, проблема с горохом та же самая, варится долго, никто не хочет зимой с ним связываться, с этим горохом. Те же самые ингредиенты, лук, морковь, томат, заваливаю туда сваренный до полуготовности горох, докипится, закатываю гороховый суп. Зимой представьте, с копчёностями, копчёное ребрышко отварить, туда вот эту заправку добавить, сметанки, зелени, пальчики оближешь. Всё, приятного аппетита, с вами была Ольга Чернова. Это была у нас заготовка на зиму, суп фасолевый и салат фасолевый, греческие закуски.